Самый старый футбольный клуб Шотландии, который сейчас выступает во второй лиге, ФК Квинспарк, летом представил очень странный гостевой комплект. Его дизайн выполнен в горошек трех разных цветов. Идея дизайнеров была гениальной. Разный окрас символизирует результаты матчей команды в лиге с момента основания. Зеленый в честь победы, оранжевый ничья, красный поражение. Пришлось перелопатить немало статистики, но форма в сочетании с кислотным оранжевым цветом вышла немного отталкивающей. А главное, присмотритесь, в основном на ней красные кружочки, то есть клуб Лузер. Стоит ли гордиться такими достижениями, а болельщикам лишний раз о них вспоминать, сомневаюсь. Впрочем, в этом сезоне некоторые клубы выпустили еще более мазохистские комплекты, с которыми болельщики точно не захотят себя ассоциировать и покупать их. Это наш традиционный ТОП-5 худших футбольных форм сезона 2021. Будет мерзко. Но перед началом напомню, что на этой неделе нас ждут решающие матчи Лиги Чемпионов. Локов встретится с Атлетика, Зенит с Лацо, Краснодар с Севильей. Нужно брать очки, чтобы оставаться в гонке за выход в весеннюю стадию. А у наших партнеров, компании MarathonBet, на ряд матчей Еврокубков обнулина моржа, и потому лучшие коэффициенты можете проверить, а мы начинаем. Пятое место отдаем очень спорным вариантам двух грандов. Тут третий комплекты МЮ и Челси. Манкунианцы решили пуститься в тяжкие эксперименты. Их джерси представлено в дизайне Даззл Камо. Его использовали в окрасе военных кораблей для дезориентирования противника. Но зачем это в футболе? Шутки про головокружение соперников уберем в сторону и всерьез посмотрим на комплект. На джерси очень плохо считываются любые логотипы, включая герб клуба. Наверняка спонсоры не слишком рады такому фону. Да и фанаты форму совсем не приняли. Изначально вообще планировалось, что шорты с гетерами также будут с этим диким принтом. Смотрелось это как какая-то очень нелепая пижама. Ну или футболисты выглядели бы как буренки и были бы играющие рекламой сети ресторанов Муму. Но здравый смысл в итоге победил. Игроки комбинируют эту странную футболку с обычными белыми или черными шортами и гетерами. А камуфляжные просто продаются в клубном магазе. Можете себе купить. Ну или в подарок лучшему другу. Он обрадуется. Третья форма Челси тоже очень странная. Во-первых, кому пришла в голову идея сделать ее полосатой и почему? Разве это типичный дизайн для лондонцев? Во-вторых, красно-синие цвета. Если не видеть герба Челси, можно подумать, что это комплект другой команды. Многие шутят, что таким образом Роман Абрамович выразил свои теплые чувства к московским армейцам. Ну и в-третьих, это относится ко всем комплектам. Очень неоднозначный логотип титульного спонсора. Цифра 3 до сих пор у многих вызывает вопросы. Фанаты не могут привыкнуть к тому, что все футболисты как будто играют под одним номером. Nike говорит, что третий комплект Челси вдохновлен кроссовками Air Max. Правда, вот Crystal Palace так не считает. Клуб потроллил соседей в Твиттере, намекнув на плодиат своих цветов и дизайна. Четвертое место отдаем вырвиглазным комплектам на шаблоне Nike Trophy 4. Начнем с третьей формы Гранады. Они гениально умудрились испортить в целом неплохой фасон футболки с воротником пола. Мега яркие цвета почему-то решили совместить. Бирюзовый торс и желто-салатовые рукава. А вишенка на торте — крупный красный логотип титульного спонсора VinoMax. Сайта для игры в покер. Он смотрится дико нелепо на всех комплектах Гранады, но на третьем — хуже всего. В целом в форме используется пять разных цветов, которые вообще друг с другом не сочетаются. Особенно темно-зеленый лого другого спонсора на рукаве. Но главное — подобную вырвиглазную цветовую гамму используют AZ и Kaiserslautern. А они отличаются от Гранады только логотипами. То есть явно это было предложение Nike делать майки именно в таких цветах. И они посчитали их удачными. У Kaiserslautern, кстати, тоже ужасный спонсор. А вот у голландцев монохромные логотипы немного сглаживают ситуацию. Форма на Трофе 4 в этом сезоне у десятка разных команд. У кого-то она смотрится неплохо, например, у Ротера. А у кого-то как у Гранады. Цена такой базовой футболки в каталоге Nike — 22 евро. А в клубных фаншопах с уже налепленными логотипами такое можно купить за 75 евро. Неплохая маржа, да? На третьем месте две оригинальные футболки. Третья майка Истанбула и домашняя Кальгери. Как примеры плохого сочетания цветов. Турки пошли по пути импортозамещения. И стали сотрудничать с местной компанией. Бин Си вышла откровенно не очень. Во всяком случае, в третьем комплекте. И если тут на сочетании цветов можно хоть как-то закрыть глаза, хотя оно явно неудачное, на основе цвета хаки не в тему смотрятся синий ворот и манжеты, оранжевые логотипы клуба и спонсора, а также красный патч в виде флага Турции, то вот принт тут очень стремный. Он представляет из себя повторяющийся рисунок орла и буквы B. Выглядит как какие-то безвкусные старомодные обои. Не хватает только стыков. Форма же Кальгери — более яркий пример ужасного сочетания цветов. Красный, синий, белый, золотой, оранжевый — немноговато. Красно-синие цвета в целом смотрятся классно. Идея разделить футболку пополам тоже интересная. Но если решили сделать белые рукава, почему в таком же цвете не покрасили полосы Adidas и логотипы? Оказывается, их сделали золотыми в честь 50-летнего юбилея победы Кальгери в серии А. Окей, классная идея. Но такие комплекты тщательно прорабатываются. А тут в целом вышла совсем несочетаемая картина. Ну и два титульных спонсора с дикими логотипами и надписями в четыре строки — это фаталити. Хотя, может быть, боссы клуба изначально попросили сделать Adidas форму пострашнее, чтобы фанаты не придирались к некрасивым лого партнеров, которые все портят? Хм, неплохая задумка. Самый попсовый шаблон этого сезона от Adidas – Кандива 20 на второй строчке. На нем выпущено огромное количество однообразных форм, и он уже надоел на втором-третьем увиденном комплекте. Но есть несколько, которые прям особенно раздражают. Во-первых, выездная форма Водверхэмптона. Здесь плохо все. Ужасный подбор цветов. Белый, голубой и темно-синий — окей. Но если основные цвета клуба оранжевые, может, нужно было сделать их и лого команды тут монохромными? А так получилось странно. Плюс нелепый титульный спонсор — китайские иероглифы, которые еще ни одну форму не украсили. Ну и ярко выделяющийся камуфляжный принт на груди вообще никак не смотрится на всей этой каше. А ощущение, что в одной форме скрестили две разных, причем так кажется не только нам. Посмотрите. Так спародировал комплект один из болельщиков. Он задрал белую футболку вверх и показал женский халат под низом. И получилось один в один, как форма волков. Клуб даже отреагировал на это фото и прислал фанату новый комплект, чтобы тот не крал одежду супруди для таких перформансов. Но это не сделало форму лучше. Второй фейл Adidas Scandiva 20 — Джерси сборной России с флагами Сербии на рукавах. Наверняка вы все сто раз слышали эту историю, которая пошумела на весь футбольный мир. Адик перепутал порядок цветов в Фладе России, в спешке отозвал из продажи провальные комплекты и выпустил новые с белыми манжетами. Ну и третье. Adidas совсем не брезгует выпускать одинаковые формы для команд внутри одной лиги. Вот так выглядят специальные комплекты трех бразильских команд — Фламенго, Интернационаля и Сан-Паулов — в честь розового октября. Месяца борьбы против рака молочной железы. Идея хорошая. Но если закрыть логотипы клубов, найдете, где какая форма. Разницы вообще ноль. Красавцы не парятся. А еще Адик грешит копипастным дизайном не только на Кандива. Порой смотришь на новую форму какого-нибудь клуба, сверяешься с каталогом и выдыхаешь. Вроде бы не шаблон. Но потом приходит разочарование, когда оказывается, что этот паттерн использовался в комплектах другой команды пару лет назад. Вот, например, гостевая форма «Леона» — это копия прошлогоднего варианта «Юве». Аякс в Шотландии. Фи-норд сборной Колумбии. Уровень пофигизма дизайнеров — 99. Ну и первое место — клубы с дикой рекламой. Начнем с ЦСКА. Перед этим сезоном в стане армейцев произошло много изменений, и клуб стал активно привлекать спонсоров. В один момент стало казаться, что их логотипа просто некуда будет вставлять на комплектах. Мы насчитали 10, если учитывать лого бренда формы и бэджа RPL с символикой банка Тинькофф. Недавно армейцы подписали контракт еще и с Mail.ru, и, возможно, появится 11-й принт. Если вы захотите при покупке майки нанести все лого спонсоров, плюс свою фамилию, номер и нашить патч Тинькофф RPL, выйдет плюс 3,5 тысячи рублей к стоимости комплекта. Хм, а может, это такой хитрый бизнес-план маркетологов ЦСКА? Но самое главное, по иронии судьбы, в одну группу с армейцами в Лиге Европы попал австрийский клуб Вольфсберг, который, глядя на форму ЦСКА, может усмехнуться и сказать «Подержи мое пиво». Австрийцы – ходячая доска объявлений. Вы посмотрите на их форму, вообще нет живого места. Пощадите наши глаза! Есть ощущение, что нелегальные расклещики объявлений могут случайно перепутать футболиста клуба со столбом на остановке и наклеить объяву о сдаче комнаты или микрозаймах. Давайте посчитаем количество логотипов на комплекте. Я постоянно сбиваюсь на 15. Они использовали даже геттеры, это просто ужас. Но я на 100% уверен. Будь еще хоть одно рекламное местечко, долго бы оно не пустовало. А еще боссы клуба наверняка сожалеют, что в футболе запрещены снуды. Это ж сколько лого можно было нацепить на голову футболиста? Почти фейс получился бы. А больше всего страдает администратор команды, который каждый раз должен ломать голову, как в этот ад вклеить номер и фамилию игроков и не наехать на герб спонсора. Вообще австрийские клубы уникальны в плане формы. Если помните наш прошлый щит парад форм, там был клуб Ласк, который также вовсю торговал рекламными местами на футболке и даже продал цвета рукавов одному из спонсоров. Но UEFA запрещает такие штуки в матчах Еврокубков и вообще ограничивает количество реклам. Один титульный спонсор. Предприимчивый клуб на этот сезон нашел выход из ситуации. Благо обстоятельства позволяют. Его форма от безымянной фабрики. Экипировщики, видимо, не предлагают контракт. И они, лого спонсора, которому позволили окрасить рукава в свои цвета в прошлом сезоне, сделали якобы производителем формы и повесили их лого справа на груди. Но фишка в том, что эта контора бренд питьевой воды. Это как форма от компании Ессентуки или Шиштенлес, ну или Боржоми. А главное, посмотрите на качество. Самый простой материал. Герб даже не вышит. Все нанесено самым дешевым способом сублимации. Я такое увидел только у команд LFL. Короче, хорошо, что благодаря правилам УЕФА, болельщикам на матчах Ласка, ЦСКА и Вольсберга не нужно будет включать блатировщик назойливой рекламы. Составляя каждый год наш топ худших форм, мы надеемся, что в следующем году авторы плохих комплектов исправятся и покинут список. Но одно местечко похоже на вечно забронированное английским футбольным клубом B-Dale из нищих дивизионов. Они сегодня в бонусе. Эти ребята просто гении безвкусицы. Прошлый комплект выделялся принтом из пюрешки и сосисок. Согласитесь, как-то очень банально. В новом сезоне дизайнер решил сделать форму полевых и вратаря двумя частями единой картины. Итак, встречайте. Игровой комплект выполнен в виде морковки, которая прорастает из земли. Они даже на презентации игроков сделали в виде морковок. А оранжевая основа, область воротника в виде зелени сверху, а на плечах виднеется ясное небо. Надеюсь, сзади и нет принта удобрения. А вот вратарский комплект представляет из себя кухонную терку. Соединив обе формы, сразу считывается полезный и вкусный рецепт. Похоже, все эти стрёмные формы – это грамотный пиар главного спонсора клуба – Хэкфудс, который производит полуфабрикаты. Чем ужаснее будет комплект, тем больше о нём будут говорить. Играй клуб в простой форме, о нём бы не вспомнили. Такой эпатаж – это хорошо или плохо? Пишите в комментариях. Ребята, ещё к вам вопрос. Третья форма Монсити с принтом в виде индийских огурцов узора пейсли, который был популярен несколько лет назад. Это нормальный дизайн или нет? Напишите в комментариях, потому что у нас спор внутри редакции. Чуть ли не единственная работа Пумы этого сезона, к которой есть вопросы. Теперь, чтобы сгладить впечатление от просмотренного ужаса, предлагаем вам перейти на наш второй канал об экипировке Мяч Лаб. Там недавно вышел ролик о лучших комплектах года. Зацените, там такая красотища! А заодно подписывайтесь на оба наших канала подобные выпуски только на Мяче. Ну и гляньте наши другие ролики. Саня Журавлёв, Мяч Продакшн. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok